Кто не ходил на шпильках по траве, тот не любил, мне кажется. Добрый день. Ненавижу что-нибудь говорить перед тем, как начинать читать, но мы очень давно не выступали. Хочется поприветствовать вас. Сказать, что в этот прекрасный, яростный, солнечный, теплый июньский день самое время для стихов. Сказать, что вы молодцы, что вы пришли. И сказать, что я пишу детскую книжку, для которой написан следующий до неприличия актуальный текст. Как хорошо, что дождь. Мы через сон услышим, дробь побежит по крышам. Из-под его подошвы. Дождь пришел постучать к нам из лиловой дали. Встану и в одеяле выйду его встречать. Голос его то хор, словно со дна колодца. То он поет, смеется тоненько, как фарфор. То он мчит во весь дух. То прекращает гонку, чтоб почитать дожденку, детскую книгу вслух. Люди мрачнеют вмиг, только мелькнет он в окнах. Я открыл дверь, и в мокрых тапочках в дождь проник. В запах его ишу, в холод его крылатки. Встретил его и сладко, и глубоко дышу. Стены, асфальт, металл, пишущий свежей краской. Дождь, мой любимый, здравствуй. Я тебя мечтал. Словно гибкое дерево, по утрам солнце через окна врастает в храм. Стелится туман вдоль низин, глубоко вздыхает и чмят зин, набирая воздух в колокола. Моя девочка как спала. Через главные площади, вдоль мостов, над севанным озером, сквозь ростов, где твой дед сидит с удочкой, не шумя, не мелькнет ли чья-нибудь чешуя над Москвой, где услышу я, а старушка тем запоймав с высот на руке тебе принесет. Этот нежный, южный, нездешний звон прилетит на Мэри-Лимон, где дороги будут ему тесны, звону новой и первой твоей весны, и споет тебя из-за стен и рамы. Ты красавица, Мариан. Сойди и погляди, не погреши на нас, не соблюдающих режим, чванливых, не умеющих молиться. Поумиляйся, что у нас залится, когда мы грезим, что мы совершим. Мы купим дом у моря, мы споем по телеку о городе своем, мы женимся на девушке с квартирой. Кури и ничего не комментируй, уже недолго, через час подъем. Как горизонт погаснет там вдали, ничком с ноздрями полными земли, мы все домой вернемся, пустомели. Мы ничего предвидеть не умели, но все могли. Загадал, когда вырос, то стать не кемом. Камер видеонаблюдения двойником, абсолютно каждым, как манекен, мыслящим сквозняком. Как оступишься в биографию, сразу жуть, сколько предписаний выполнить надлежит, сразу скажут, тебе нельзя быть листок и жук. Надо взрослым мужиком. Нет, я мудрый ящер, живущий среди пещер. Иногда я склоняюсь к спящему под плащом и пою ему на ухо. Мир бесконечно щедр. Ты теперь прощен. Пожилые рыбы лежат вдвоем. Наблюдая с открытым ртом, как стальную реку в сердце моем одевает тяжелым льдом. Как земля черствеет, как черный хлеб, как все небо пустой квадрат. И как ветер делается свиреп, не встречая себе преград. И одна другой думает, день за днем тьма съедает нас, не жуя. Бог уснул и ночью блестит на нем серебристая чешуя. И другая думает, мир охрип. Только кажется, слышно мне, как снаружи двое горячих рыб все поют у себя на дне. Фонари, воздетые на столбы, дышат чистым небытием. Мы сидим и дышим друг другу глупы. Рыбам кажется, что поем. Город исчезает под толщей осени, делаясь нерезким, бесшумным, донным. Всякий, вышедший покурить, ощущает себя бездомным. И ко входам в метро, словно к тайным подземным домам, сходят реки руды. Восемь лет назад мы шли той же дорогой, и все, лестницы ли, домали. Было о красоте, о необратимости, о горечи, о финале. Всякий раз мы прощались так, будто бы друг другу пережимали колотую рану в груди. Дорогая юность, тебя еще слышно здесь, и как жаль, что больше ты не соврешь нам. Ничего не меняется, только делается предсказуемым и несложным. Ни правдивым, ни ложным, ни истинным, ни оплошным. Обними меня, и гляди, как я становлюсь неподсудным прошлым. Рук вот только не отводи. Свет скользит по стеклу купе, по казенным с печатями занавескам. И случайным отблеском ловится в нем нерезком мое сердце, Что падает вниз с моста и ложится с далеким плеском на ладони Днепра. Так давно я учусь умирать легко, что совсем утрачивается навык Жить по многу и с гордостью, как это водится у зазнаек. Всякий поезд, в котором я ближе к ночи заваливается на бок, Обращается в прах. Где тот голос, что вечно пел из тебя, паршивца? Лишь о том, что терять легко, если раз решиться, Хороша лапшица, ткань бытия продолжает шиться, А потом запнулся и произнес, прости, я в тебя ошибся. И ты нем и неправ. Кто нас сделала такими тяжелыми, даже плачьте чем-то твердым, Словно длинный гриф и замкнула одним аккордом, Словно умер в пути и все едешь и едешь мертвым, не смыкаешь очей. Отсоединили контакты огонь, что был зрим и вещен, И пронизывал кровь, пейзажи, детей и женщин, Разложился на циклы пикселей, знаков, трещин, а совсем не лучей. Эта боль так стара, что определяет мимику, взгляд и почерк, И ледяным металлическим наливается возле почек, И кто там вокруг не бегает, не хлопочет. Ты повсюду ничей. Сегодня много читается такого, что читается в первый раз, Поэтому простите меня за бумажки. Так я обычно успеваю выучить, но тут просто критическое количество текстов Написано было за то время, что мы не выступали, и вот они все. Я был тоже юн здесь, Тогда люты, боленравы панкующей шоколоты, Я был так бессмертен, Что вряд ли ты веришь в это, настолько теперь я жалок. Я писал здесь песни, И из любой кухни подпевали мне вразнобой, Я царил и ссорил между собой непокорных маленьких парижанок. Я ел жизнь руками, владел вокруг, Полбутылки виски в кармане брюк, Я был даровит, мне сходилось рук, Мне пришло особое приглашение. Лишь тогда и можно быть циркачом, Когда ангел стоит за тобой с мечом, Он потом исчезнет, И ты ни в чем не найдешь себе утешения. Я жил в доме с мозаик, Кварц, агат. Я мог год путешествовать наугад, Но пока писалась, я был богат, Как открывший землю. Проговорив-то вслух, это тебе я только больной урод, Чемодан несвежих чужих острот. Улыбнешься, девушке, Полный рот черного толченого шрифта. Двадцать лет в булоне или шаек, Люди раскупали мое вранье, Я не знала, что истрачивала не свое, Что разменивала Божью милость. А теперь стал равен себе, Клошар. Юность отбирается, как и дар, Много лет ты лжешь себе, Что не стар, Лжешь, что ничего не переменилось. Тогда, родная, Если и делить хлеб языка великого, То вот с кем, Гляди, тебя опять пинает Бродским коммуникационный инвалид. Скорей на улицу, Где ждет тебя Хюндай Солярис, Бежевый с водителем Исланом, Ныряй в большой Волоколамский Исланом И наблюдай. Ты видела, чиновники, Менты едва заговоришь, Уходят в плечи, Ничто не отделяет, Кроме речи от темноты. Легко быть ломким умницей С судьбой Средь узких дев С лирической хворобой. А ты давай-ка без страховки Пробуй прибыть с собой. Отстаивай, Завинчивай в умы Свои кавычки, Суффиксы, Артикли, Там, где к формулировкам Не привыкли длиннее И. Они умеют и азарт, И труд смешать с землей В зверином наступившем, Но, как мы говорим, И что мы пишем, Не отберут. Слови по зеркой, Выскочкой, Святой, Оспаривай, Сдавай пустые бланки, Но сложности не сдаем, Не фаланги, Ни запятой. Вот как все кончается. Его место пустое в зале После антракта. Она видит щербатый портер Со сценой, И ужас факта Все ее пронизывает. Вот так-то мой свет. Вот так-то. А сидит с букетом, Потом у зеркала На скамье В совершенно пустом фойе. Да, вот так Человеку кафе набирает номер. Номер занят. Он стоит без пальто, И пальцы его вмерзают В металлический корпус трубки. Что за мерзавец там у тебя На линии Коготки и чиркают под легким, Гудки и гудки. Вот как Все кончается. Кабак, где входная, Дверь восемь лет не белина, Где татуированная мротва Заливает пельма, Входит девочка, Боль моя, Неболь дальняя, Колыбельная, Входит с мертвым лицом, И бармен охает, Вот ты глянь. Извлекает шот, Ставит перед ней, Доливает всклей. Вот как Все кончается. Горечь ходит, Как привиденеца По твоей квартире, И все никуда не денется. Запах скисших, Невысыхающих полотенец И постель, Где та девочка плакала, Как младенец, И спасибо, Что не оставила ее одну. Все кончается. Жизнь моя, Распыленная Над двумя городами Чертовым миллионом Килотонн пустоты. Слюна отдает Баленому И отскладываю слюну. Разве я враг тебе, Чтоб молчать со мной, Как динамик в пустом аэропорту? Целовать на прощание Так, что упрямый привкус Свинца во рту, Под рубашкой Деревенеть рукой, За которую я берусь Где-то у плеча. Смотреть мне в глаза, Как в дыру От пули отверстия. Для ключа мой сердце, Как их горь У тебя повадочкой, Пулачок. Полоса отчуждения Ширится, Как гангрены, Лежет ступни, Остерегись. В каждом баре, Где мы, Орет через час, Сирена и пол Похрустывает, От гильз. Что не фраза, То пулеметным Речитативом, И что не пауза, То болото Или овраг. Разве враг я тебе, Чтобы мне в лицо До слезоточил он? Я ведь тебе не враг. Теми губами, Что душат сейчас Бесчетную сигарету, Ты умел еще Улыбаться И подпевать. Я же и так Спустя полчаса уеду, А ты останешься Мять за пасть И допивать. Я же и так Умею справляться С болью, Хоть и приходится Пореветь к своему стыду. С кем ты воюешь, Мальчик мой? Не с собой? Не с собой или С обе, Ныряющим в пустоту? С кем ты воюешь, Миша. Ночь, как чулок С бедра Седает с высоток, Чтобы свернуться Гуще в чашки Кофе у девушки Раз в три минуты Лгущий бармен За стойкой, Что ей пора. И, как правило, Остающийся до утра Юэль хватила На всю чудовищную Длину этой четверти. Жаль, Женя, Исправит троек. Каждый день Кто-то прилепляет К ее окну. Мир, Похожий на старый Выцветший полароид С места взрыва И тот, Кто клялся ей, Что прикроет, Оставляет И оставляет Ее одну. Миша, считаю, Иногда она столько пьет, Что перестает Ощущать отчаяние Или голод. Слышит скрежет, С которым Ты измельчаешь лед. Звук, С которым Срывается в небо Голубь. Гул, С которым Садится во Внуковый самолет. Вещи, Для которых Все еще Нет глаголов. Мама просит Меня возвращаться Домой до двух. Я возвращаюсь После седьмого В виски В этом внутреннем поезде. Воздух горячий и сух. Если есть пункт прибытия, Путь до него не близкий. Иосиф Бродский Сидит у меня в купе, Переводит дух С яростного русского На английский. Там, За баром, Укрывшись, Спрятав В ладони Нос, Мальчик Спит В драных Джинсах, Худ, Как военнопленный. В этом городе Устаешь И от летних Гроз. Был бы Бог милосерд, Заливал бы Монтажной Пеной. Просчитай Меня, Миша. Меня И мой Постепенный Обстоятельный Предрассветный Хмельной Невроз. Вот был город, Как город, А стал затопленный Батискав. Словно все тебя Бросили, Так и не разыскав, Пожелая теперь Висишь, Как пустой рукав У коллеги Мальчика В переходе. Да никто К тебе не приедет, Себе не лги. У него поезд В Бруклина, У тебя долги, И пальцы Заражат застегивать Сапоги, Хоть и не ясно С чего Вы вроде. Дело не в нем, Это вечный Твой дефицит Тепла, Стоит обнять, Как пошла, Поехала, Поплыла, Только он же Скала, У него поважнее Дела, Чем с тобой Детешка Целуй по глазу. То была ведь Огни упорные Как графит, А теперь Врубили внутри Огромный такой Софит, И нутро Просвечивает Нелепо И кровь Кипит, Словно Тот вот-вот Ворвется И возопит, Эй, Ты что тут Разлегся, Лазарь? Полный Деточка, Не ломай У него ногти. Поживи для себя, Поправься, Разбогатея, Потом найди себе Там никого-нибудь Без затеи, Чтоб варить имущи И рожать от него Детей, Как все это Вспомнишь Сплевывать И креститься. Мол, Был месяц, Когда вломило По тысячу вольт. Такой мальчик Был серафический, Чайльд-Гарольд, Так и гладишь Карманы С целью Нащупать кольт, Чтоб, Когда он приедет, Было чем Угоститься. Бернард пишет, Астер, У меня есть семья И дом, Я веду, Я сроду Не был Никем ведом. По утрам Я гуляю С джесс, По ночам Я пюром С льдом, Но когда я Вижу тебя, Я Даже дышу Струб. Бернард, Пишет, Астер, У меня возле дома Прут, Дяди ходят туда Купаться, Но чаще вручат Окупаться, Я видел все, Сингапур, Бейрут, От исландских Фьордов До сомалийских Руд, Но умру, Если у меня Тебя отберут. Бернард пишет, Доход, Финансы И аудит, Джип с водителем Из колонок Поет Эдит, Скидка 30% В любимом баре, Но наливают Всегда в кредит, А ты смотришь, И словно Бог Мне по глазу Глядит Бернард пишет Мне 48, Как, впрочем, Светским Плешивым Львам. Я вспоминаю, Кто я По визе, Паспорту И правам, Ядерный Могильник, Водой Затопленный Котлован, Подчиненных Как кегли Считаю По головам, Но вот Если слова Это тоже Деньги, То Ты мне Не по словам. Моя девочка, Ты красивая, Как маньши. Ты пришла Мне сказать, Умрешь, Но пока дыши. Только не выше Мне, Старь, Пожалуйста, Напиши. Никакой Ведь души Не хватит. Усталые Мои души. Тоска По тебе Как скрипка Вступает С высокой Ноты Обходит Как нежилые Комнаты В сердце Полости Этим Ноты За годы Изнавождения Распадаясь На элементы Став Чистой Мелодией Из классической Киноленты Давай Когда-нибудь Говорить Не словами Иначе Выше О том, Как у нас Безруких Нелепо И нежно Вышло Как Паника Обожание Нарастает От встречи Не оставляя Воздух И даже Лечи Выберем Рассветное Небо Оттенком Как глаз У Хаски И это Не в этом Теле Не в этой Сказке Целовать Внадброви И благодарить Бесслезно За то, Что все До сих Пор Так дорого И так Поздно Спасибо Спасибо Я знала Еще в начале Что уже Никому Не будет Такой Печали Такой Немоты Усталости И улыбки Такой Ослепительной Музыки Начинающейся Со скрипки Пронзающей Если снишься Лучом Ледяного Света Особенно В Индии Где все Вообще Про это Ничто Не твое Ничто Не твое Ни ада Ни рая Нет Вне Тебя Самого Отпусти Не надо Ослепительной 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 Я понимаю Трудно С собой Бороться И такая В глазах Его легкая Виноваться Но Стоит ли Плакать Из-за Моего Лоха Милочка Полно Глупо Так Убиваться Нынче Говарда Любит Бет При живом Тому же Бет Звонит Ему в дверь Затянув Поясок По ту же Проезжает На час Хоть Съемочном Макияже Хоть на сутки Между Гастролей Даже Хлопает Ртом Говорит Ему Говард говорит отцу, «Бэт не стоила мне ни пенса, ни одного усилия, даже танцев, почему я прошу только сигарету, они уже мне растутся, поправляем галстук, они уже мне растутся, пап, я вырасту в мизантропы и извращаются, эти люди мне просто не оставляют шансов». Кнул осознает, что его сынок не имеет сердца, но уж больно ценичит, чтобы из-за этого сокрушаться, говорит, «Ну, пусть Бэт заедет на той неделе, поутешаться». Через неделю и семь неотвеченных вызовов на мобильном, Говард ночью вскакивает в обильном ледяном поту, проступающем перед нами на пижаме, ему снилось, что Бэт находит за гаражами мертвую и вспухшую. Чем-то, видимо, откололась, Говард перезванивает, слышит сонный и грустный голос, внутри у нее похрустывает, как щербет. Говард выдыхает и произносит «Бэт, я…» Соскучился. Сердце ухает, как в колодце. Да их, кажется, все четыре по телу бьется. Повисает пауза. Бэт тихонько в ответ смеется. Старший Кноуя не дожидается до лета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «Джеффри Тейтон садится в машину ночью, в баре виски предусмотрительно нокатив. Чувство вины разрывает беднягу в клочьях, девочка бьется в нем, как длинной мотив – завести машину и запереться. Поливальный шланг прикрутить к выхлопной трубе, протащить в салон. Я не знаю другого средства, чтобы не думать о ней, о смерти и о тебе. У Джеффри нет ни слабохарактерной бабёнка, чтобы найти себе горе и захлепнуться в нём. Просто у него есть жена. Она ждёт от него ребёнка. Целовал в животах перед уходом сегодня. А теперь эта девочка, сработанная так тонко, что вот хоть в горе оно всё огнём. Его даже потряхивает легонько так, что он тянется за ремнём. Вейби-вейб, что мне делать с тобой такое? Скольких ты ещё приводила в дом? Скольких стоило горьких слёз? Просто чувствовать сладкие ужасы, непокой. Приезжать домой, забываться сном лихорадочным обелёсом. Просто думать, ты первая, я следующей строкой. Просто об одном льнуть асфальтом мокрым к твоим колёсам. Испариться, течь за тобой рекой золотистым прозрачным дном, перекатом, плёсом, затевать тебя в баре с случайной курткой или рукой ты бы не подавала виду. Ведь, видишь, у меня слова уже хлещут носом, так что приходится голову запрокидывать. Вейби-вейб, почему ты создана чертежом? Где учёный взял столько красоты? Где живёт этот паразит? Объясни мне, ну почему я с ума схожу? Если есть в мире свет, то ты. Если праздник, то твой визит. Вейби говорит, я сейчас приеду и всё скажу, я ей всё скажу. И она мне не возразит. Джеффри Тейтон паркуется во дворе, ищет в куртке свои ключи и отыскивает нити. Он приехал домой, глубоко уже ночи, он на ощупь передвигается в темноте. Входит в спальню и видит тапки, понятно, чьи Джейми крепко спит, держит руку на животе. Джеффри Тейтон думает, получи, и идёт на кухню и видит там свою порцию ужина на плите. Джеффри думает, бэйк, дай пройти ещё октябрю или ноябрю. Вот она родит, я с ней непременно поговорю, я тебе клянусь, что поговорю. Джеффри курит и курит в кухне, стоит ищу лица на зарю. Вряд ли смерть говорит, не звони сюда больше. Или там из кабины пилота приветствует перед вылетом, ждёт в пустой операционной хирургом, вылитом Джесси Спенсером. Стоит ли затевать возню? Просит у тебя закурить на улице и подносит лицо к огню. Подаёт томограмму и результат анализов, как меню, произносит безрадостно, подожди, я перезвоню. И ты ждёшь, когда перезвонит до вечера, до полуночи, до утра. И под утро вдруг понимаешь, что да, пора. Моя смерть поёт из меня, танцует во мне, как Дженниса сама шлифует свои ухмылочки и движенится у неё с подружкой. Я жду, что они поженятся, доиграются, нарожают себе смертят, каждый, как пасхальный куличик, свят с головы до пят. И я буду жить столько, сколько они того захотят. Моя смерть из тех, что кладёт твою руку между ладонями и шепчет «Только не умирай!» И вот здесь ты просто обязан сдохнуть, как трагикомик и самурай. Осень. Опять надевается с рукавов, электризует волосы, ворот узок. Мальчик, ну я надеюсь, что ты здоров и бережёшься слишком больших нагрузок. Мир кладёт тебе в книги душистых слов о динамике новых музык. Город после лета стоит худым, зятким, как все метра после вечеринки. Ничего не движется, даже дым, только птицы под небом плавают, как чаринки, и прохожий смеётся паром. Уже седы. У тебя были руки, затейливые карты, верно, жаркий смех и короткий шрамик на подбородке. Маяки смотрели на нас спросительно, как сиротки море брызгало словно масло на сковородке, пахло тёмными винами из товара. Так осу биф держит в пальцах ужаль, ужаль. Так зарёванными идут из кинотеатра, так вступает осень всегда с оркестра, как и Франка Синатра. Кто-то помнит нас вместе ради такого кадра. Ничего 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 не жаль. Ладно, ладно, давай не о смысле жизни, больше вообще ни о чём таком. Лучше вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой, самбукой, табаком. В пятницу народу всегда битком мы красивые, пьяные и немые, выбегая откурить. Он в ботинках, она на цыпочках, босиком у него в руке босоножка со сломанным каблуком. Он гохочет так, что едва не давится к дыку. Чёрт с ним, чёрт с ним с мироустройством, всё это бессилие и гнильё. Расскажи мне о том, как красивые немые проезжают на юг, снимают себе жильё, как старухи передают ему миски с фруктами для неё, и какое таксисты, бессовестное жульё, и как тётка снимает у них во дворе с верёвки своё негнущимся бельё, деревянное от крахмала, как немного им нужно счастья моё, как мало. Расскажи мне о том, как постигшие важные одинок, как у загорелых улыбки белые, как чеснок, и как первая сигарета сбивает с ног, если её выгорит натощак, говори со мной простых ещё, как пропитывают влюблённых густым мерцающим веществом, и как старики хотят продышать себя пятачок в одиночестве, как в заинделёвшем стекле автобуса протереть его рукавом, говоря о мёртвом, так о живом. Как красивые немы в первый раз целуют друг друга в мочке, несмелы, робки, как они подпевают радио, стоя в пробке, как несут хранить кота в обувной коробке, как холодная кукла в тряпке, как на юге у них звонит, а они не снимают трубкой, чтоб не говорить, тяжело дыша, мама, всё в порядке. Как они называют будущих сыновей всякими идиотскими, Слишком чудесные и простые, чтобы оказаться нами. Расскажи мне, мой свет, как она забирается прямо в туфлях к нему в кровать и читает Терезу Батисту, уставшую воевать, и закатывает глаза, чтоб не зареветь, и как люди любят себя по-всякому убивать, чтобы не мертветь. Расскажи мне о том, как он носит очки без диопты, чтобы казаться старшим, чтобы нравиться билетёрше, вахтёрше, папиной секретарше, но когда садится обедать с друзьями и передаётся сплетням, он снимает их, становясь почти семнадцатилетним. Расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивают. Почему та одна фотография, где мы вместе, всегда нерезкая, как одна смс делается эпиграфом долгих и от унижения, как от власти челюсти стискиваются так, словно ты алмазы в мелкую пыль тропишем, и почему мы всегда чудовищно переигрываем, когда нужно казаться всем остальным счастливым, разрубившим. Почему у тех, кто указывает нам место, пальцы вечно в слюне и сали? Почему с нами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем? Почему никакая боль всё равно не оправдывается тем, как мы точно о ней когда-нибудь написали? Расскажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят вечеринки, где много пресса, тети-актрисы, митрес, праздные мудотрясы, жаловаться на стрессы, решать вопросы, наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются в человеческую труху? Расскажи мне, как на духу, почему красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса? почему он на куски бессонного злого мяса? Или лучше о тех мыслях? Вон они снят, у самого моря, в обнимку, ладони у них в песке, и они решают, кому эти руки мыть и спускаться вниз, просить ножек у рыбаков, чтобы порезать дыню и ананас. даже пахнут они гвоздика или анис, совершенно не нами, значительно лучше нас. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А какой-нибудь его зам поднесет тебя к безоруким своим глазам обнаженным камушком мертвым шершнем и прольет на тебя дыхание как бальзам, настоящий, рижский, густой бальзам, и поздравит тебя с прошедшим. С чем прошедшим? Со всем прошедшим. Покатает в горсти, поискоблит тебя с уголка кудрить слабого чая, лоб сладкого молока, беззащитные выступающие ключицы. Скосишь книзу зрачки, плывут себе облака, далеко под тобой, покачиваясь слегка, больше ничего с тобой не случится. Ну, привет. Вот Бог, а я его генерал. Я тебя придирчиво выбирал и прибрал со всем твоим барахлишком. Человеческий весь в прожилочках минерал. Что-то ты глядишь изумленно слишком, будто бы ни разу не умирал. Кроме балагуров, унявшихся в прежней наглости, престарелых красавиц, изогнутых боево, кто еще с нами дремлет на ветреных пляжах в августе, только тучи и медии, более никого. Кроме нас, выбывших из правдолюбивых, спорящих, речи обличительные добродетели показны. Кто еще свидетель всей этой роскоши, этой горечи, этой пегости, ржавчины, белизны? Потому что воюющий с адом всегда навлекает весело на себя. Тьма за ним смыкается глубока. Только мы проиграли все. Это даже весело. Мы глядим, как движутся облака. С мокрыми волосами, разжалованные, пешие, бесполезные, растерявшие, что могли, мы садимся на берегу, пожинать поспевшие колыбельные штормы закатливей кораблей. Да, мы слышали, хрипнет мир, и земля шатается, как дурное корыто, а стремится в небытие. Стремится в небытие, а шарлатаны вершат свои шарлатанцы. И шарлатанство, может, только это, удерживает ее. Тут соло, про тебя второй куплет. Ей кажется, ей 340 лет. Он написал ей пять влюбленных песен. Она кивает, прочелок во тьму, и отвечает мысленно ему, но более себе, труха и плесень. Он зной, зорница, певчая дитя. Он, кажется, ликует, обретя в ней дух викторианского романа, и поцелуи с губь его текут, как масла ги, как пеня, как лоскут, слоеного, соленого, слоистого тумана. Июль разлегся в городе пустом, котом и средоточием, и стом, и все бульвары сумерками выслал, как синим шелком. Первая звезда, как будто кто-то выстрелил сюда, все повернули голову на выстрел. Спор мягкости и точного ума, сама себе принцесса и тюрьма, сама себе свеча, иголки, мрамор, отвергнутости сжив, словно чуму, она не хочет помнить, по кому своим приказом вечно носит траур. Она его тумаясь, то грубя, как будто укрывает от себя от сил, что по ночам проводит обыск ни слова, кроме вежливого льда, но он при шутке ловит иногда ее улыбки, драгоценный проблеск. Ее в метро, случайно углядев, сговорчивых и дерзких здешних дев, он отвергает, пламенем капризным, пронизанный, нутро ему скормив, он чувствует какой-то старый миф, он как-то знает, для чего он призван, так циферблат раскручивают вспять, дай бог, дай бог ему досочинять ей песни эти, чтоб кипело все там, от нежности прямой, когда домой, она придет и скажет, милый мой, и станет плакать, будто в семисотом. А это совсем новенькое вообще. Самое новенькое было в самом начале, а это второе по свежести. Не исполнялось вообще это еще ни разу. А мы жили тогда легко, серебро и мед, летнего заката не гасли ночь напролет, и река стояла до крестовины окон. Мы спускались, где звезды, и ступни купали в них, и под нами берег, как будто ткался из шерстяных и льняных волокон. Это был городок без века, с простым лицом, и приезжие в чай с душицы и чабрецом добавляли варенье яркого, занедужив, покупали посуду в лавках, тесьму и бязь, а машины и лодки гнили на швы дробясь острых ржавых кружев. Вы любили глядеть на баржест под руки, раздавали соседским мальчикам пятаки, и они обнимали вас, жившие небогато, и вы были другой, немыслимо молодой, и глаза у вас были сумерки над водой синего агата. Это был июнь, земляника, копченый лещ, вы носили, словно царевич, любую вещь, и три дома лишили воли, едва приехав. Тони говорит, вы женаты, страшная клевета, а кругом лежал очарованный левитан, бесконечный Чехов. Лестницы, полы в моей комнате, сене, крыльцо, причал, всюду шаг ваш так весело и хорошо звучал, словно мы не расцепим пальцев, не скинем в дыме, словно я вам еще читаю про древний Рим, словно мы еще где-то снова поговорим, не умрем молодыми. Кажется, мы и теперь глядим, как студеные мглы набирают тропинки, впадины и углы тень пропитывает леса и дома, как влага. Черные на фоне воды мы сидим вдвоем, а над нами мед, серебро и жемчуг, на окоем сжатая бумага. Уезжайте в августе, свет мой, новый учебный год, дайте произойти всему, что произойдет, а не уцелеет ни платья, ни утвари, ни комода, наша набережная кончится и гора, вы приводите воплощением серебра, серебра и меда. Джек-сказочник намного пережил свою семью и завещал, что нажил своим врачам, друзьям и персонажам, коту, разбойнику и старая ведьма, Джилл. В 5.30 к ведьме кот скребется в дверь, трясется, будто приведен под дулом, прислали атлас звезд, я вас найду, он умер, Джилл, тот, кто меня придумал, я не знаю, как мне жить теперь. Разбойник входит в 8.45, снимает кобуру, садится в угол, прислали холст, сангину, тушки, уголь, пил сутки, сроду не был так напуган и совершенно разучился спать. Старуха Джилл заваривает чай, старинный чайник в розах, нос, над холод, он сочинил меня, когда был молод, мстил стервой тещи, думаешь, легко вот, тебя лет 40, вот и получай, невроз, развод, и лучший друг, нарколог, когда в больнице, там был жуткий холод, он мертв, то есть прощен, хороший повод, и нам оставить всякую печаль. Старухи Джилл достались словарик, чтоб влезть наверх и снять с буфета плошку с неплач травой и сыпать ровно ложку в густой зеленый суп, в тарелок три втекает бирюзовый свет зари, джекл эксцентрик, мутное окошко, суп острый, еще холодно немножко, но в целом славно, что ни говори. Кэти Флинн, пожилая торговка воспоминаниями, обходительные кардаваны, ее лавочка от меня через три квартала до ремонта велосипедов и там направо. Свой товар, Кэти, держит в высоких железных банках и называет его отрава. Мать ходила к ней по субботам за пыльной баечкой об отце или о моем непутевом братце, о своих семнадцати и пожилом канадце, полковнике авиации, или том, что мне десять, я научился стрелять и драться. Драться и стреляя водой и шприца в каждого несчастного домочадца. Когда я был остряк и плут, победитель, призер ежегодных гонок, я смеялась над Кэти Флинн, хотя хлеб ее в общем горьк, а сегодня мне сорок семь. я профессор и алкоголик, я вдовец, профессор и алкоголик. Все воспоминания сухая смесь. Растираешь пальцами, погружаешь в лицо, в ладони. И на сорок секунд ты тем самым июля на том же склоне с девушкой в цветном балахоне, маленькие колени, только на общем плане. Моя радость смеялась, будто была за смертью и никогда ее не боялась. Словно где-то над смертью лестница, что выводит наверх, не ярус. Кэти Флинн говорит, сэр, вы доведете себя до приступа. Я вдруг ощущаю старость и ухмыляюсь. Нет, мой сын, надо мной не всегда шел снег, он не так и давно возник. Я был распорядитель снег, толкователь великих книг, заклинатель вахтерш и магистр ордена тунеядцев, кудри курса единогласно и без интриг. Да, мой сын, когда я все мог, я был добрый маг. Я смешил в остроглазых дев, не берег бумаг, арию о том, как недуги лечат квартвейн массандра, петь умел на целый универмаг. Да, мой сын, теперь вы юные и вам окажутся короли. Простите, у меня, мои хорошие, пропустила, что-то от них. Мир, как цирковая арена, не исчезал на меня из торг. Я узнал, что правят лишь торг и мена, что правят мена, вина и торг. Я старательно покупаю все, о чем даже боялся грезить, ощущаю злорадство, но не восторг. Да, мой сын, теперь вы юные и вам кажется короли. Все, от остроумия до весны вы на свете изобрели, ну а мы, унылые сгустки, скорби и беспокойства, старые неудачники и враги. И ты прав. И я буду глуп, если это значит, что мы враги. Только не суди никого, не лги и всегда давай долги. Только когда приведут в кабинет с портретом, предложат кресло. Разворачивайся, беги. Все никак не освоюсь с правилами пока. Есть фактура снега и есть песка. Всем исшитый не из одного куска, радости хватает на полглотка, плоть стареет хоть обновляемо и гибко. Есть секунды куда значительнее, чем века. Видимо, я призван издалека. Там, откуда я родом и скоро вернусь, куда ни земля, ни воздух, ни вода, но таинственная мерцающая среда. Местные не ведают там ни гордости, ни стыда. Слушают историю, будто сквозь толщу льда из текучего абсолютного никогда. Не свихнуться стоило мне труда. Я давно катаю обол во рту, ковыряю обшивку, ищу черту, чтобы выйти из этой вселенной в ту, в ненаглядную пустоту. Но, покуда корпус не расколоть, я гляжу, как снашивается плоть и уже прозрачная на свету. А на третий год меня выпустят, я приду проникнуть к твоим воротам. Тебя кликнет охранник, ты выйдешь и спросишь, кто там. Мы рискнем говорить, если бы говорили ожог и лед, не молчали бы черт и ладан. Есть порядок вещей, увы, он не нами задан, я боюсь тебя, я мертвею внутри, как от ужаса или чуда. Столько людей, почему все смотрят, уйдем отсюда. Кончилась моя юность, принц дикий лебедь, моя всесильная, огневая, я гляжу на тебя по контуру в огневая, здорово, что тебя не затев и пальцем обходят годы, здорово, что у тебя как прежде нет у меня ни милости, ни свободы. Я не знаю, что вообще любовь, кроме вечной жажды, пламенем объятым лицом лечу в снег этих рук однажды. Есть ли у меня еще смысл, кроме гибельного блаженства, запоминать тебя, чтобы узнать потом по случайной десятой жеста. Дай мне напиться воздуху волос и отдвинусь своей дорогой, чтобы сердце не взорвалось, не касайся меня, не трогай, сделаем вид, как принято у земных, что мы рады встрече, как-то простимся, пожмем плечами, уроним плечи. Если тебя спросят, зачем мажок приходил за льдом, не опасно его играли, говори, что так собран мир, что не мы его собирали, всякий завоеватель раз в год выходит глядеть с досадой на закат, что не взять, ни приступом, ни осадой, люди любят взглянуть за край, обвариться в небесном тигле, вообще идите работать, что это вы притихли. знаешь, если искать врага, обретаешь его в любом, вот, пожалуй, возьми меня, мне никто не страшен, я спокойна прям и знаю, что впереди. я хожу с факелом надолбом по стальной строне, натянутой между башен, когда снизу кричат только «Упади!» разве они знают, чего мне стоило ремесло? разве они видели, сколько раз я орал и плакал? разве ступит на ветер, нащупав его изгиб? они думают, я дурак, которому повезло. если я отвечу им, я не удержу бровями факелом, если я отвечу, я погиб. Господи мой, прохладный, простой, улыбчивый, сплошной, тяжело голове полный шума, дребезгов, всякой мерзости не смешной, протяни мне сложные ладони и напои меня тишиной. Я несу свою вахту, я отвоевываю хаоса, крошечный вершок за вершком. Говорю им, смотрите вы всемогущие, они тихо друг другу здоровы, но с душком. У меня шесть трейсов в неделю, Господи, но к тебе я пришел пешком. Рассказать ли, как я устал быть должным и как я меньше того, что наобещал, как я хохотал над мещанами, как стал лабухом мещан, как я экономлю движение, уступая жилье сомнениям и вещам. Ты был где-то поблизости, когда мы пели целой кухней и вся синий пьянь, Дилана и Высоцкого, все лады на бекрень, что ни день, то всклянь, ты гораздо дальше теперь, когда мы говорим о Дхарме и Бхакте ими, ими. Потому что во сне одни психопаты грызут других, ты просыпаешься от грызни и наблюдать, как тут месяц считают месяцы до начала большой резни, что я делаю здесь со своей сверхточной оптикой, отпусти меня, упразни. Я любил-то всего, может, трех человек на свете, каждая скула как китминя, и до них теперь не добраться ни поездом, ни паромом, не сунув руку им за ремень, безразличный металл, оргстекло, крепление, напыление и кремень. Господи мой, Господи, неизбывные допамины и серотонин, доживу до умрули, когда до своих единственных именин, побредули, когда через всю твою музыку, не закатывая штанины, через всю твою реку света, все твои звездные лагеря, для мои неживые братья меня приветствуют ни полслова не говоря, где узрю наконец воочию ничего не бывает зря, где ты будешь стоять спиной, головокружение и джетлаг, потому как рябь идет на тебя футболка так будто под ветром флаг, я немедленно догадаюсь, что ты уйдешь, закусив кулак. вы невероятно терпеливые и мужественные люди, я надеюсь, что вы не заберзли. Спасибо вам огромное. Всей высотой сегодня плавающей над сценой мы обязаны знаменитому парижскому композитору Эдуарду Коновалову и знаменитому московскому хэри-металлическому басисту Александру Гац Меня зовут Вера Плоскова Это огромная радость здесь с вами сегодня побыть. Спасибо. Спасибо.